В эфире пост-шоу проекта «Спасите нашу семью» и с вами я, его ведущий Дмитрий Карпачёв. Ненужные дети – тема нашей сегодняшней программы. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, почему мамы бросают своих детей, какими вырастают брошенные дети, взгляд в будущее. А разобраться во всём этом нам помогут наши эксперты. Наталья Холоденко – семейный психолог. Знает проблему воспитания лишних детей из собственного опыта. Михаил Присяжнюк – юрист. Считает, что лишних детей не бывает. Сочувствующая и понимающая все семейные проблемы победительница двух сезонов «Битвы экстрасенсов» Алена Курилова. Виталий Римаренко – врач, акушер-гинеколог с 35-летним стажем. Он-то точно знает, откуда берутся дети. Ольга Сумская – народная артистка Украины, которая сделала всё, чтобы её дочь не чувствовала себя чужой в новой семье. Перед нашей сегодняшней героиней встал серьёзный выбор – сын от первого брака или новая семья. И выбрала Катерина Жижков второе, не подозревая, что именно эта жертва изо дня в день будет разрушать её новые отношения. Как живёт семья Жижек после обращения в проект «Спасите нашу семью» и, главное, с кем остался маленький Ваня? Сейчас узнаем. Внимание на экран. Сина Каті від першого шлюбу Іванка Дмитро одразу прийняв, наче власну дитину. Ещё ноги не достают педали. Всё геть змінилося після народження другого хлопчика. Любов Миколаївна почала виживати Ваню, провокуючи сварки між чоловіком та дружиною. Она просто сказала, что ей чужие дети здесь не нужны. Зрештою, Катя не витримала постійного тиску і відвезла хлопчика до своєї мами. Матери з сином бачиться лише раз на тиждень, а то и рідше. Я давно встречался с мамой. Дмитро Карпачов запросив Катерину до особливого місця. Саме там, на його думку, жінка зможе зрозуміти, що відчувають діти, які опинилися майже в таких самих умовах, як і її син Ваня. В цих стінах знаходяться діти, які живуть віддельно від своїх дітей. Я надеюсь, що приїхав сюди, Катерина поймёт, якими на самом деле должны бути її відношення з Ваню. Дякую. Дитячий пупинок. Дитячий пупинок. Дитячий пупинок. Не до свого будинку, а на сусідню вулицю. Вона нарешті спакувала усі речі і забрала Ваню від мами. Дмитро цілком підтримав рішення дружини. Между детьми сталося обычно для хлопчиков сварка. Ванюшка, пошли одеваться. Ваня прийняла найзручніше для себе рішення – повернути маленького сина до бабусі. Вызывает такси и отвозит меня к бабушке. Плачет, а она отправляет. О том, почему Ваня вернулся к бабушке, несмотря на то, что ничто не мешало ему жить с мамой, узнаем у виновницы происходящего. Встречайте! У нас в студии Катерина Жишко. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Прошу, присаживайтесь. Расскажите, как сложилась ваша жизнь после проекта? Ну, мы переехали в отдельную квартиру, и мне стало намного легче. Вот, Ваня к нам чаще приезжает, но все равно, он так с нами бывает дня 4-5, а потом все равно просится к бабушке еще на пару дней. Мы завели котенка. Вот. Ну, в принципе, пока. Как отношения с мужем? Ну, вы знаете, первый месяц был тяжелой. Видно, наверное, вот переезд, перемена места, и все. Ему было некомфортно, мне было некомфортно, плохо было. Ну, сейчас или я втянулась уже больше, и мне стало легче, ну, или просто как-то я уже привыкла к этому режиму. А вот скажите, почему ваш сын не живет с вами? Ну, это его решение. Пятилетнего ребенка? Я не могу его насильно заставить переехать сразу ко мне. Я даю ему возможность привыкнуть, адаптироваться. И вначале он вообще приезжал только на 2 дня на выходные, а сейчас он приезжает уже всю неделю, бывает, а на выходные там уезжает к бабушке. Можно уточнение? Вы насильно смогли заставить его переехать от вас к бабушке, но не можете насильно заставить вернуться? Ну, во-первых, у него тогда был не совсем осознанный возраст, и он это не так переносил. А сейчас он хорошо соображает. Нет, я уверяю вас, что в возрасте вряд ли произошли кардинальные перемены. Всех беспокоит этот вопрос. Почему вы не живете с собственным ребенком? И здесь я, наверное, поддержу Мишу. Вы прикрываетесь идеей, что вроде как бы не хотите причинять ему вред. Он не хочет. Бред. Он не хочет. А он хотел к бабушке уезжать? Да. Когда вы его увозили? А, когда я его увозила? Не знаю. Ну, очевидно же, что нет. Или вам прямой речи, нет, не хочу уезжать, хочу остаться, недостаточно? Ну, тогда так складывались обстоятельства. А вот теперь почему вы не можете его привезти домой? Ну, я ему уже достаточно нанесла травм, чтобы травмировать его еще раз. А вот, Наталья, хотелось бы узнать ваше мнение как психолога. Что для ребенка более травматично? Жить без мамы или рядом с мамой? Вы знаете, я хочу поделиться собственным опытом. Мои родители, когда я была маленькая, в советское время была такая традиция, это детские садики, где можно было оставлять ребенка на ночь. И мои родители, из-за того, что мы жили в частном секторе, там зимой было холодно, далеко идти пешком, они меня несколько раз в неделю могли оставить на ночь в детском садике. И вот это вот чувство ребенка, который живет в детдоме, вот я их на себе испытала. И только когда я стала взрослой, и я подняла с мамой этот вопрос, для меня это была ужасная травма. То есть я не понимала, где среда, где пятница, когда меня заберут, не заберут, чувства ужасные. А моя мама, конечно же, не подозревая этого, считала, что они нам делают добро, что не таскали меня по морозу. И я всегда говорила маме, что мама, мороза я не помню, но я помню себя брошенно, я помню себя ребенком, каким-то неполноценным, от которого отказались, который не нужен. И на данном этапе, возможно, у Вани есть защитная реакция. Он боится к вам привыкнуть, он боится вас любить. Потому что знает, что его могут бросить. Я его не бросала, я от него не отказываюсь. Смотрите, вы сейчас в защитной такой реакции, потому что вы боитесь, что вас начнут обвинять. Или вы так реально считаете? Я его не бросала, я была все время рядом. Я хочу встать на защиту женщин, потому что женщина имеет право принимать решение, рожать ей ребенка или не рожать, кормить ей ребенка или не кормить, сколько кормить, как воспитывать. Это право принятия решения. Вот я хочу с вами не согласиться. Она имеет возможность, но имеет ли она право? Да, она имеет возможность не рожать, не кормить грудью, не воспитывать. Но имеет ли она право, если мы говорим про общество, моральное право, и называться после этого женщиной? Я думаю, да, имеет. А вы считаете себя хорошей матерью? По отношению к Ване? Ну? По отношению к Ване нет. Сколько вам лет было, когда вы родили Ваню? 21. 21, молоденькая. Детей я хотела, но я хотела чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже. Меня уговорил, скажем так, мой первый муж. Немножко неплановая судьба заставила тебя понять, что ты вот беременная, правильно. У Бога это плановый ребенок, потому что искренний, талантливый, и он говорит то, что он думает. А второго сыночка как зовут, скажи? Рома. Рома. Ты их одинаково любишь? Да. Нет. Понимаешь, если взять, ну, честно, вот я знаю тех девчонок, которые вот на девичниках, мамы двоих детей, и говорят, ты представляешь, у меня дочь и сын. Сына обожаю. Говорит, ну, не то, что обожаю, он ударится, говорит, я, говорит, готова взять кувалду, убить, разорвать всех во дворе. А дочка упала, я ей говорю, слышишь, не бой, поднимайся, тут слезы распустят. И я осознаю, что это другие чувства. То есть уровень, вот любовь, как материнство, на уровне инстинкта. В тебе видно инстинкт, вот этот, энергетический, вот кармический, понимаешь, быть матерью, проснулся позже, чем ты родила первого. Кто виноват в том, что маленький мальчик, оказывается, никому не нужен? Его родная мать или его новый папа? Что думает по этому поводу отчим Ваня, мы узнаем прямо сейчас. Встречайте, Дмитрий Жишко. Серьезно сидишь. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я помню, что вы никогда не были против того, чтобы Ваня был с вами. Как так получилось, что он снова живет с вашей тещей? А переехал это... Ну, вы помните, он жил какое-то время у вас. Во всяком случае, это было решение, которое вы озвучивали мне. Ну, вы как семья. Что Ваня теперь будет жить у нас. Вот его место. Были попытки, Помните, я привез ему коробку с игрушками для того, чтобы у него хоть что-то было в этом доме. Пожил пару дней, забрали. Нет, не забрали, отдали. Никто не приехал и не сказал, я его забираю. Ваша жена сказала, собирайся, ты уезжаешь. Вот не дай бог, случается такая ситуация, что вас где-то нет, не становится. Вы там уехали, развелись, еще что-то. И Катя остается с вашим родным ребенком, выходит замуж снова, и он ей становится лишним. И она его куда-то отдает. Ваше отношение к этому. Вы понимаете, что она потенциально способна на это уже, как мы видим? Мое отношение. В общем, я не против, чтобы Ваня жил, а даже настаиваю на том, чтобы он приходил, даже пока там чаще была съемка, были эти разговоры, что там на выходные пока, там так, так, так. Но как-то получается, что я прихожу с работой, он куда-то уже с бабушкой за пять минут уходит. Ну, ситуация действительно двояка, потому что у Дмитрия отношение к Ване, чужому ребенку, оно, по сути, является положительным. Он не против, не отказывает ни в чем, он его не ругает. Он, наоборот, просит жену, чтобы Ваня был чаще у них в доме. Мой вопрос касается того, почему ваша жена ну, как-то живет своей отдельной жизнью, принимает решение. Ведь это ваш ребенок, это ваша семья, у вас есть двое детей, правда? Да. Я хочу понять, что вас мотивирует его отдавать, забирать. Вот в чем проблема? То есть, ведь нет препятствий каких-то в семье. То есть, они конфликтуют с вашим мужем. Он хороший, позитивный ребенок. Вот что мотивирует вас его перебрасывать? Вот почему вы его отправляете к маме? Я его не отправляю. Ну, мы же видели на видео, вы говорите, Ваня, собирайся. Он говорит, почему? Я не хочу. Вы говорите, нет, собирайся. И такая жесткая позиция. То есть, я уже плачу, сижу в этот момент. Никто не понимает, почему. Вроде вы формально говорите, да, люблю, да, важен, да, понимаю, что мама важна. С другой стороны, ваши действия говорят об обратном. Вот складывается впечатление, будто бы это просто вот как, ну, ненужная вещь. Вот старый телефон, вышла новая модель, ну, а это, что с этим делать? Ну, вот... Бабушке отдадим. Бабушке отдадим, да. Ей-то все равно, как звонить. Подождите, я его, может, отдала не совсем, осознавая, что я сделала, как я сделала, сделала ошибку. Сейчас, в данный момент, когда я хочу это все исправить и поменять, это сделать намного уже сложнее по стечению большого количества времени. Кать, рассказываю, рассказываю, что сделать. Приехали, собрали вещи, перевезли, точка. Все. Проще некуда. Еще проще, чем собрали вещи и увезли к бабушке. Потому что там он плакал, а здесь он рад будет. Тому, что, наконец-то, он каждое утро будет просыпаться с родной мамой. У меня вопрос, а как ребенку так правильно объяснить, когда он плачет истерически, говорит, я хочу к Тате? Я вам объясню, почему. Вы должны понимать, почему он плачет. Он плачет, потому что для него еще раз пережить то, что его вернут, понимаете, это психологический бомж без постоянного места жительства. Ну, я говорю такими терминами, чтобы было понятно. Для него это травма, понимаете? Поэтому лучше он будет зубами держаться за эту бабушку, стабильную, которая его никуда не перевозит, чем за маму. Я просто хочу, ну, опять-таки, понять, в чем вообще изначально проблема, зачем его нужно было отдавать бабушке? Он какой-то неадекватный, он мешал вам жить, мешал сексом. Я не понимаю, вот честно, ну, в чем проблема? Проблема не только во мне, в ванне там или в Мите, тут еще проблема в моей маме состоит. А в чем проблема в маме? Ну, они захватили ребенка, скажем так. И давлеют над ним, да? Какую правовую сторону вы знаете? Ну, я знаю, что я могу забрать ребенка спокойно, никому ничего, за это ничего не надо. Вы знаете, что вы можете и потерять ребенка, правильно? Потерять, почему я могу потерять? Я не лишаю родительских прав. Катенька, я к этому отношусь несколько с личной точки зрения. Я действительно к людям, которые плохо относятся к детям или которые заставляют их страдать, отношусь очень плохо. Поэтому я молчу и слушаю сейчас. Мне очень не хочется верить в то, что вы ребенка обижаете и делаете это намеренно. Поэтому мои коллеги так толерантно, спокойно и выдержанно вас расспрашивают. механизмы потери вами ребенка их очень много. Ваша мама может обратиться в суд о лишении вас родительских прав и у нее будет ряд причин, которые она может надумать. При каждой ссоре эта фраза звучит постоянно. Абсолютно. Вот подтверждает ваш муж. И ребенок может лишиться матери. Почему я отношусь к этому с личной точки зрения, я вам могу сказать. Потому что я с матерью прожил 27 лет, душа в душу. Я ее любил и обожал. Потом Господь забрал ее по болезни. И последние полтора года я ее держал за руку на этой земле. А Господь ее забирал к себе. И он ее забрал, потому что он сильнее и мудрее. Вот прошло три года с тех пор и я до сих пор чувствую, что она меня бросила. Хотя она не хотела уходить. Это такой крик души. Кать, не потеряйте этих лет. Я хочу еще в дополнение сказать об энергетике материнства. Однажды я прочитала такую фразу родители. Это те люди, которые стоят между нами и смертью. Когда уходят родители, между смертью и своими детьми становимся мы лицом. То есть мы закрываем, мы являемся барьером. Так вот, это именно тот энергетический баланс, когда я понял, что меня никто не поддерживает. Вот, я открыт. Смотрите, вы не ушли, вы отошли в сторону. То есть вы освободили энергетическую дыру, черную дырку. И он у вас будет расти. Сейчас пойдет подростковый возраст. Его никто не балансирует, его никто не спасает. Он будет играться с этими всеми, ну я не говорю, что это 100% да, но шанс будет плохой компании попробовать, рискануть жизнью. Понимаете, что это такое? Я просто только проанализировал, я вспомнил, с чего это началось. Когда мы жили еще троем отдельно на Троещине, Катя работала в ресторане и ходила на сутки на смену. И я работал. И в этот период Ваня ездил к бабушке. Вот оно как-то так началось, там работа, работа, там, там, там. И потом вот как затянулось, мы теперь не можем забрать. Ну как не можем? Ну как, он не хочет? Он говорит, что я не хочу к маме, не хочу к вам? Или он боится вас? Он приходит, он поигрался, все, и мне пора, все, я пошелся. Там у меня игрушки, там у меня все. Катерина действительно рассказала далеко не все о причинах, побудивших ее отказаться от сына. Маленького Ваню сейчас воспитывает мама Кати. Почему именно она? Уже через несколько минут вы узнаете, вернется ли сын Кати к маме, а также, как правильно ввести своего ребенка в новую семью. Оставайтесь на канале СТБ. Вы смотрите ток-шоу проекта «Спасите нашу семью» и обсуждаем тему «Ненужные дети». Катерина действительно рассказала далеко не все о причинах, побудивших ее отказаться от сына. Маленького Ваню сейчас воспитывает мама Кати. Почему именно она? Она считает, что я плохая мама, что я не справлюсь с этими обязанностями. А почему вы с этим меритесь? Я не знаю. Потому что мама доминирует. Давайте заведем ее в гипноз и спросим на подсознание. Может, там ответ. Катя сейчас сидит, она практически чуть не расплакалась. Но она настолько видна со своего детства и со своей жизни привыкла быть железным Феликсом, понимаете, не выпускать эмоций. сразу, знаете, вот как замораживаться. То есть хлоп в банку, льдом покрылась, я не знаю, оммм, знаете, такой, я холодный, все вокруг замерзла, мерзлая тень, все. Понимаете, то есть нет выброса. Понимаешь, вот она сидит, она внутри ревет, она воет вот такими слезами. Правильно, Кать? Правильно. Она сидит, а тут она думает, сейчас нарежу красивую маску, потому что я аж красавица, понимаете. Надо, чтобы у такой женщины должно быть все идеально. Я хочу обратиться к вам, как к семейной паре и сказать, что Дима, дело в том, что у вас у обоих недостаточно взрослая позиция, то есть такое чувство, что вам лет по 18, и вы достаточно зависимы от своей мамы, это чувствуется, и Катя очень зависима от мнения мамы, и поэтому эти мамы могли допустить мысль, разводить вас, понимаете. Это возможно, только если ваш психологический возраст не соответствует действительному. Это первый момент. И второй момент, если вы хотите действительно справиться с этой проблемой, а Катя, у вас это чувство вины будет мучить дальше только сильнее. Вам необходимо обоим повзрослеть и идти в открытый конфликт с мамами, в открытый, вести себя, как взрослые люди, ответственные, и спасать ребенка. Плюс уже есть негативные последствия, потому что мужчина, который сидит рядом с вами, это ваш муж, это отец ваших двоих детей, а Ваня перестает называть его папой, потому что ваша мама так его этому учит. Это же ненормально. То есть вы уже видите какие-то негативные последствия от того, что ребенок находится у бабушки. И эти минусы, они с лихвой перекрывают все эти позитивные аспекты, которые там можно найти, если поискать. И поэтому мне непонятно, почему вот, казалось бы, такое простое решение, простое действие забрать ребенка и привезти домой, оно вызывает столько сопротивления и кажется каким-то неимоверно сложным. Вот ему будет сейчас хорошо, если я сейчас приеду и скажу, все, Ваня, ты будешь жить у меня. Пошла, забрала все его вещи, перевезла его насильно, он сел плачет, что мне с ним делать? Инстинкта нет. Абсурдный. Сидит нормальная семья, нормальная семья, нормальная мать, а мы ее уговариваем, ну возьми назад своего ребенка. Да не надо уговаривать. Ну он у тебя хороший. Вообще не надо уговаривать. он не инвалид, не идиот. Ну здоровый ребенок, ну это же абсурд. Знаете, у меня в Монако есть семья, замечательно, у них деток нету. Давайте я позвоню, а? Завтра позвоню. Я заберу сегодня его, если она от него отказывается. Дима, ну подождите, ну объясните свою позицию. Вот вы говорите, мы хотим, мы хотим забрать, мы хотим забрать, но он, мы его когда забираем. смотрите, я проявляю свою инициативу. Дима, смотрите, послушайте меня, пожалуйста. Иду, иду это делать, но начинается кипиш, истерика, этот плачет. А начинаются ссоры, и ты начинаешь делить детей. Рома мой, Ваня твой. Иди вон со своим Ваней, а я останусь со своим Ромой. Вот то, что я чувствую, сижу, что так и есть. Что-то недоговаривают в этой семье. Дима, если бы мне мой второй муж сказал, что это твой ребенок, а это мой ребенок, у меня первый ребенок, от первого брака, сейчас секундочку, даже если на эмоциях, если эта фраза проскочила, я бы ни одного дня не жила с этим человеком. аплодисменты, то есть, что он был бы бывшим мужем, если бы он такое сказал. Что мне жить с этим животным, которое не любит ребенка? Какая разница, твой он мой? Меня на какой-то передаче спрашивают тоже, как вы относитесь к женщине беременной, вот если она беременна, не вашим ребенком. Вот что бы вы посоветовали мужчине, который собирается с ней вступить в брак? Я говорю, нормальный мужик встанет на колени перед ней, поцелует животик и скажет, здравствуй, я твой папа. Все, о, ура, ура! Что я такого сказал? Это нормальная ситуация. Вы знаете, вот я сейчас вспоминаю такой момент, есть порода, извините за сравнение, обезьян. У них культ материнства. И эти обезьяны воруют друг у друга детенышей, даже если у нее своих трое, она все равно ворует. То есть у них инстинкт материнства, ребенок это считается награда. Но до каких пор в нашем обществе ребенок будет обучать, обуза, ну почему? Ну почему? А вот только что сказали, обуза, это к чему вообще сказано? Ну, потому что... Кому ребенок обуза? Дима, смотрите, вы говорите... Мне? Лично мне? Дима, смотрите, вы говорите, что... Ну, я не знаю, я не против. Катя говорит, я тоже хочу. Вы пытаетесь объяснить, почему он человек не с нами. Слушайте, вы пошили в этих скандалах вот со стороны. Ну, объясните, в чем... Я поначалу вообще очень там сильно это... Но меня отстраняли всячески. Ну, смотрите, ситуация выглядит следующим образом. Просто мы сейчас, условно говоря, работаем не с тем человеком. Нет, нет. Потому что ситуация в следующем. Это по факту не его ребенок. И здесь мама этого ребенка вправе им распоряжаться. Любые попытки Дмитрия вмешаться в эту ситуацию, они прискались к конфликтам. Хотели нами милицию вызывать, за то, что ребенка забрал, и мы поехали домой. Теща вызывала милицию, потому что он приехал за Ваней. Здесь вопрос не к Дмитрию. Идеальный он муж, не идеальный. Может быть, изначально у меня какая-то защитная реакция идет для Вани. Я его ограждаю от общения с Митей, потому что когда-то в детстве он плохо с ним обращался. Ну, не очень хорошо. А что вы имеете в виду, когда говорите, что Митя плохо обращался с Ваней? Были у него неудачные попытки воспитания маленького Вани. Ну, как, я пытаюсь воспитать, ты пришла мне... Ну, это не повод закидывать ребенка в туалет и выключать ему свет. Это... Ну, не так, не так это было. Тихо, не так это было. Подождите, подождите. Мы сейчас заменяем... Мы сейчас делаем подмену темы. Потому что даже если что-то было подобное в детстве, вы позволили этому произойти. Вы все равно сказали, несмотря на это, я буду с этим мужчиной и рожу от него второго ребенка. Значит, в принципе, он не такой ужасный, как вы говорите. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что сейчас, на данный момент, Ваня к Мите относится хорошо. Да, и Митя к Ване тоже. Ну, и Митя к Ване тоже. Я хочу сказать, вы все время с себя снимаете ответственность. Вы понимаете, у вас бабушка виновата, Митя виноват, Ваня принял такое решение. Абсурдная ситуация. Можно вот, чтобы не было конфликтной ситуации, вот едем забирать Ваню, все игрушки, и вот, чтобы были свидетели со стороны вообще. Вот просто посторонние люди стояли и за этим понаблюдали. За тем, что будет происходить. Возьмите психолога, он вам поможет. Да подождите, смотрите, суть в том, почему я очень скептически к этому отношусь. Потому что подобная ситуация была в рамках проекта «Спасите нашу семью». Значит, смотрите, заглядываешь в прошлое, вы свою мать стопроцентно идеальной, отдающей, отдающей, не можете назвать, Катя, не можете. Потому что она была гнобящая, скажем так, или непонимающая. Точно так же вы кармически переступаете через эти грабли для одного ребенка. На одном вы отыграетесь, залюбите, на втором вы сделаете вот такую отстраненную, холодную позицию. У меня был случай. Мы все понимаем, как-то вопрос решили. Послушайте меня, пожалуйста, Дима. Помогите ребенка забрать, чтобы без милиции, без каких-то вот этих вот там... Дим, вопрос решили. Чтобы ребенок перенес это все спокойно. Вот смотрите, все очень просто. Без милиции. Родная мать приходит домой к своей матери, забирает вещи ребенка, забирает ребенка, вы ей в этом помогаете. Все. Вы говорите теще, чтобы она занималась своими делами, не лезла в чужую жизнь. Вопрос решен. Кать, вы можете это сделать? Я могу, но я потеряю маму. Вы потеряете маму? Мамой закрыть. Подождите. А вы считаете, у вас сейчас мама есть? Посмотрите, что делает мама. Она забрала у вас ребенка. Она настраивает вашего сына против вашего мужа. Она не позволяет вам участвовать в жизни самого дорогого, что есть у вас, вашего сына. Что вы боитесь потерять? А мамочка одна, у нее никого нет, да, Катя? Да. Вы знаете, вот я чисто по-женски сейчас на минуточку вот ставлю себя на место Кате, как ей тяжело. Как ей тяжело, наверное, одной. Безумно тяжело. И этот ребенок для нее, как... Вы одна в семье? Нет. Еще есть братья, сестры? Старшая сестра. Вот это как третий ребенок для вашей мамы. Наверное, это так. А знаете, почему, Димочка, я так говорю, потому что моя старшая дочь, вот вы сейчас плачете, я боюсь просто расплакаться, она называла моего папу, моего, своего дедушку, папой. Ну, потому что он стал ей отцом, фактически. И у нее сегодня, оказывается, три отца. Светлая память моему папе, Вячеславу Игнатьевичу. Есть ужасное слово, биологический отец, который я вообще очень не люблю. и есть отчим. Вот три отца. Удивительная история. Ну, как-то все гармонизировалось. Но я просто чувствую, как тяжело и как вы переживаете сейчас за маму свою. Вы знаете, вот мы сейчас поговорили об одной маме, но я бы хотел поговорить и о другой маме, о маме Мите. Она пришла сегодня к нам в студию. Поэтому давайте ее поприветствуем. Любовь Николаевна. Здравствуйте, Любовь Николаевна. Спасибо, что пришли. Присаживайтесь, пожалуйста. Так сложилась ситуация, что ваш сын оказался втянут в эту ужасную историю с судьбой ребенка. И, к сожалению, он за это отвечает, но прав никаких пока что не имеет. Как вы откомментируете происходящее? Я со своей стороны сделала все, что я могла. Я их сейчас на данный момент отделила. Получилась такая возможность, чтобы они уже сами решали, что им надо, чтобы Ваня жил вместе с ними. Вот вы как считаете, правильно, что Ваня не живет в семье? На данный момент нет, конечно, это неправильно. Когда не было возможности, да, Ваня жил у бабушки, но сейчас есть эта возможность. А как вы думаете, почему они не могут забрать Ваню? Ну, этот вопрос только Катиной мамы и Кате. Они должны между собой найти общий язык, которого нет. А в чем, на ваш взгляд, конфликт? Ну, может быть, конфликт изначально этот зародился. Взять, может, не нравится. Я же не знаю. Так бывает. А это повод отбирать ребенка? Ну, такие по началу, может быть, и все там с самого начала, когда они встречались. Ваня, может, немножко мешал, Катя чаще маме привозила. Мама думала, что он не нужен Мите. Мы же не знаем, что мама думала. Она же не приходит, не говорит. То есть, она никаких контактов с вами не поддерживает. Скажите, Катя, ну, сейчас, ну, вот я понимаю ту дилемму, которая стоит перед вами. С одной стороны, мама. Какой бы она ни была, как бы она вас там в строгости не воспитывала, но она ваша мама. С другой стороны, ваш сын. Она же и братьев разлучает. Мы же еще забываем о том, что малой-то скоро подрастет, и ему бы общаться со старшим братиком, а у них разница три года. Какая разница, что у них папа разная? Она убивает родовой клин. Они же родные между собой. Она разделяет братьев. Она пытается вас развести. Вы тоже были против их брака. Насколько я поняла, навестка не сахар, ну, ну, такое дело. Была против. Я не в восторге. Была. Но сейчас уже смирилась. Смирилась. Все правильно. Любит он ее. Молодец. Я хочу всем сказать об одном. Может быть, это поможет вам решить проблему и те зависимости, которые возникают между мамами, дочерьми и поколениями. Есть такой закон, что мы не отдаем своим родителям. Мы отдаем своим детям. Вот то, что мы должны отдать своим родителям, мы отдаем своим детям. И наши дети будут отдавать не нам. Поэтому надо принимать решение. Жестко принимать решение. И когда вы будете в едином мнении, в едином ядре с мужем, который поддерживает вас и пытается этот вопрос решить, не надо бояться. Это надо сделать один раз. Если это развивается не так, как надо, это нужно отрезать, и все станет на свое место. Как вы думаете, каким вырастет Ваня, воспитанный властной бабушкой, которая настраивает его против вашего мужа? Каким человеком он будет? Причем без мужского внимания. Вот ребенок, воспитанный властной бабушкой, который навещает маму и плохо относится по научению этой бабушки к мужчине, который живет с мамой в законных отношениях, к отцу его брата, каким человеком он вырастет? Страшно об этом думать? Он раненым вырастет. Вопрос не в том, каким он будет человеком. Он действительно будет хорошим человеком, потому что он с раннего детства привык преодолевать препятствия и совладать с самим собой, самому. Но он вырастет раненым, раненым ребенком внутри, и всю жизнь ему нечем будет это восполнить. А давайте спросим у Вани, чего же хочет он? Привет, Ванька! Привет! Проходи. Как дела у тебя? Нормально. Нормально? Можно я у тебя кое о чем спрошу? Да. Да? Где ты сейчас живешь? У бабушки. У бабушки чаще живешь? Да. Тебе там хорошо? Да. А когда ты у мамы, тебе тоже хорошо или плохо? Хорошо. А вот скажи, мы тут просто с твоей мамой очень много разговариваем и пытаемся понять. Вот ты скажи нам, где тебе будет лучше, жить с бабушкой или с мамой? С бабушкой. С бабушкой? А почему, Вань? Потому что у меня там игрушки. А если все эти игрушки взять, перевезти вот туда, где живет мама, тогда где будет лучше? У мамы. Ванечка, а что тебе у бабушки нравится, кроме игрушек? Что вы с бабушкой делаете? Играем. Вместе, да? Да. Ванюш, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. У нас тут просто, ну, взрослый разговор, если так можно сказать. Можно мы дальше поговорим уже без тебя, хорошо? Да. Спасибо тебе большое. Пойдем, я тебя снова провожу. Сегодня у нас в студии есть женщина, у которой 20 детей. Вот пока некоторые из матерей не знают, куда же пристроить своего единственного сына, эта женщина воспитывает 23 детей. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Расскажите о своей истории. Откуда у вас 20 детей? Так как я виховалась одна в родине, у меня всегда было очень большое желание иметь большую родину. И я сказала, у меня самое меньшее будет трое детей. Вот. И, может быть, это как так. Богу, может, это было положено. У меня всегда я обратила внимание на таких детей, которые были несчастные. Я могла им чему-то там помогать. Ну, 20, 25, 5 лет могла купить цукеру, или еще чем-то допомогти. И 10 лет назад мне запропонировали открыть детский дом семейного типу. Я знала, что это, как бы, Бог даёт шанс сделать свою мечту, сделать свое мечту, чтобы помочь этим детям, которые потребуют внимания, любви. То есть, часть из этих 20 детей не ваша. Сколько у вас родных детей? Шестеро. Шестеро. Шестеро родных детей. Так, так, у нас три родины уже. каждая людина индивидуальна, я думаю, мы достаточно много говорили, мне очень хочется верить в то, что вы сделаете для себя правильные выводы и в первую очередь будете думать не о себе, не о своем удобстве, а о детях, которые, ну, на данный момент являются заложниками этой ситуации. У них нет выбора. Ваня все равно будет жить с нами. И Ваню мы в любом случае заберем в ближайшее время. И слава Богу. Отлично. Знаете, вот мне кажется, фраза «в ближайшее время» она просто обесценивает все то, что мы здесь сделали. Суть проблемы вот на сегодняшний день в вашей семье это сомнение, во всем сомнение. Надо, не надо, а как, а так, а получится, а нет. Есть такое понятие намерение. Вот если вы намерены, чтобы что-то было именно так, если вы поклялись себе, что вы это счастье сделаете, у вас это получится. Но я вам хочу сказать, я мачеха с большим стажем и самая большая проблема, которую я вижу в семьях, когда есть приемные дети от других браков, состоит в том, что человек, который отчим или мачеха, он как бы не чувствует себя как правильно вести. Да, вот как я имею право повысить голос или поставить в угол, вот он как бы ерзает внутренне. Здесь необходимо отнестись к себе просто как к ответственному взрослому человеку, как к воспитателю. То есть физически, конечно, ребенка ни в коем случае нельзя наказывать. Но вы можете говорить, Ваня, Ваня, сделай что-нибудь. Вы можете сказать один раз, Ваня. Самое главное, что нам нужно в общении с детьми от предыдущих браков, это любить их как просто детей. Вот не как своих, не своих, не делить вот это. Как просто ребенка. Вот вышел Ваня, я его уже люблю, он мне уже нравится, я бы уже с ним справилась. Понимаете? И это не имеет значения, это он мой, не мой. С любым ребенком самый главный инструмент это ведь любовь. Вот самый главный. Совет для Димы. Дима, послушай, значит, я говорю, как я была ребенком и как меня, дай бог здоровья Володи, которого я отцом называю, он жив, здоровый, пускай так и будет. Значит, как он ко мне подошел. Год мне показывали диафильмы, общались, катали на санках, Потом как-то утром он подходит, я проснулась, мама там что-то картошку жарит, Димка балуется, как всегда. Он подходит, присел на краешек дивана и говорит, вставай. Я проснулась. Он говорит, а можно тебе что-то спросить? Я говорю, давай. Если захочешь меня называть папой, называй. Я говорю, а ты хочешь, хочу, буду. Первое, что ты сделаешь, влюбишь его в себя, как в мужика. Мужика нет рядом у пацана, понимаешь, отца не видел. Влюби его рыбалкой, фонариками, я не знаю чем, крючками какими-то там, отвертками там, гвоздей научи его бить. Влюби его в себя, как в мужика. Покажи ему, где авторынок, вот правильно говорят, какие там гайки всякие цветные. Найди с ним общие мужские темы. Он никогда не будет не слушаться и противодействовать тому, кого он будет любить. Как бы не сложилась ваша судьба, развелись вы, разочаровались или начали новые отношения, не забывайте, что вы в первую очередь нужны своим детям, ведь у детей должны быть родители. В следующей программе сегодня мы будем говорить о неравных браках. Жизнь научила. Можно ли уважать супруга, которого приходится содержать? если вы вообще в своем уме, прекратите, пожалуйста, оправдываться, врать и нести ерест. Ну, это просто... У меня слов нет, понимаете? С вами был Дмитрий Карпачев. Вы смотрели пост-шоу проекта «Спасите нашу семью». Не скрывайте свою любовь и вашу семью не придется спасать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова